МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе разоблачение олигарха Абрамовича и рейтинг самых богатых депутатов Государственной Думы. За чей счет все они покупают себе дома, яхты и даже футбольные клубы? Это программа «Ваши деньги». Я, Сергей Маленев, приветствую и начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей программе мы часто говорим о плохом. Ну уж такие реалии жизни в России. Экономика падает, денег все меньше, а проблем все больше. И если вы вдруг утомились от этого, то вот новость и тема, чтобы наконец порадоваться. Один из самых богатых россиян, Роман Абрамович, потерял минимум треть своего состояния. Почему это с ним случилось? И главное, кому теперь достанутся миллиарды одного из спонсоров Путина? Может быть, тем, кому они на самом деле принадлежат? Простым россиянам? Как думаете? Абрамович теряет треть своего капитала. Роман Абрамович остался другом Путина. Роман Абрамович вхож к Путину. Он может с ним говорить о чем угодно. Вот он, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. И этот кошелек сильно проредел за последние месяцы. Согласно индексу миллиардеров издания Bloomberg, Абрамович до начала войны имел в Великобритании активов на сумму примерно в 4,8 миллиарда долларов. Это треть всего его капитала. Абрамович, в принципе, считал, что в Великобритании он имеет статус своего рода как неприкасаемый. Он инвестировал в Великобританию достаточно большое количество средств. Он был одним из наиболее предпочитаемых инвесторов на Туманном Альбионе. Но это его ровным счетом не спасло участи попасть в опалу западного мира. Бесконечные санкции изрядно потрепали его. Но обо всем по порядку. И начнем мы с его недвижимости. У него есть два объекта, которые наиболее известны. Это, конечно же, его кремовый дом. Рядышком с ним проживает королевская семья. Там же проживает Лакшми Метал, Блаватник. То есть это очень-очень такой престижный район. Несмотря на то, что сам особняк принадлежит Абрамовичу, за аренду земли он обязан платить ежегодно не менее 10 тысяч фунтов стерлингов. И, как заявляет Daily Mail, платить он больше не может. Второй объект недвижимости – это его пентхаус на набережной Челси. Тоже довольно-таки престижный район. Недвижимость Абрамовича в Британии британские СМИ сравнивают с Римской империей. Ведь они обнаружили 70 объектов недвижимости на общую сумму в 250 миллионов фунтов. 55-летний миллиардер связан с еще 17 коммерческими объектами и земельными участками столицы, получивший прозвище «Москва на Темзе» из-за количества российских денег, закачиваемых в город. Но кроме недвижимости, у Абрамовича есть еще и футбольный клуб «Челси». Ну, как есть. Теперь уже был. Он продал клуб более чем за 5 миллиардов долларов. По сообщениям британских СМИ, сумма сделки составляет 5,24 миллиарда долларов. Часть этой суммы – это покрытие различных расходов клуба и инвестирование. Но остальную сумму перевели на счет бывшего владельца клуба. На замороженный счет. Потому от продажи он не получил ни цента. А Украина теперь может претендовать на эти деньги. Какая-то часть этих денег, она должна пойти на восстановление Украины и на помощь Украине. По сути, это яркий пример того, что ожидает практически каждого российского олигарха, нажившегося в первую очередь не только на войне России и Украины, но и на поддержке российского преступного режима Владимира Путин. Еще один из британских активов бизнесмена – компания «Труфон», акции которой он продает за смешную сумму в 79 рублей. Не исключено, что Абрамович пытается передать свои активы, свои акции доверенным лицам. Возможно, это попытка передать, возможно, это попытка перепрятать. В любом случае, один фунт – это достаточно сомнительная цена. Она, конечно же, наталкивает на то, что, возможно, это была мнимая сделка. Далеко его активы не уйдут. Не только британские организации контролируют подобного рода сделки. Абрамовича ждет тщательная проверка, ведь прибыль от его компаний может идти на поддержание Кремля. Можно говорить о том, что спонсирование российского преступного режима продолжится, и это лишь добавит дополнительных средств для продолжения и затягивания войны в Украине. Британия уже показала свою решительность на примере компании «Евраз». Сегодня Абрамович просто не может продать этот актив. Это большая компания. Эти санкции привели к тому, что капитализация этой компании, стоимость этой компании, ее акции упали на 87% сразу же. То есть это достаточно серьезный показатель. Абрамович годами вкладывал деньги в Великобританию. И может сложиться впечатление, что у него особая любовь конкретно к этой стране. Но эксперт уверяет, что если любовь и была, то она никак не связана ни с чем духовным. Лондон – это юрисдикция, достаточно выгодная для бизнесменов. То есть там очень хорошо защищенное право собственности. Там раньше были возможности спрятать активы, спрятать себя как собственника. Большое количество богатых людей, возможности договориться с лоббистами и юридическими компаниями привлекали бизнесменов. И Абрамович не стоял в стороне. Это все осталось в прошлом. На сегодняшний день Великобритания меняет и уже изменила частично и продолжает менять свое законодательство. Чтобы, зная своего клиента, было действительно правилом, которое работает. Чтобы не было возможности отмывать деньги, использовать офшорные юрисдикции и все остальное. Свои проблемы в Британии Абрамович, конечно же, сполна заслужил. Ведь миротворцем он только прикидывается. Устраивает переговоры, рассказывает про мир. Однако на самом деле его компании более 10 лет подряд снабжали российскую армию. Фактически помогали Путину готовиться к нападению на Украину. Как это было и какова роль беднеющего олигарха Абрамовича? Давайте посмотрим. Компании российского олигарха Романа Абрамовича снабжали российскую армию на протяжении последних 10 лет. Согласно документам, компании сотрудничали с Росгвардией и предприятиями, которые снабжают армию, а также производят танки и взрывчатые вещества. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности выяснил, что с 2015 по 2018 год Евраз ЗСМК заработал 2 миллиона 800 тысяч долларов на доставки Тулуола на завод, где производят боеприпасы. В 2018 году Евраз НТМК поставил сталь на почти полтора миллиона долларов Уралвагонзаводу, который известен производством танков. Дело в том, что складывается ситуация, которая уже начинает раздражать. Сама компания Абрамовича Евраз зарегистрирована в Великобритании и настаивает, что госконтракты ее дочек в России не имеют ничего общего с военными структурами. Однако факты говорят об обратном, а эксперты уверяют, тесное сотрудничество продолжается и сейчас. Путин перевел фактически российскую экономику на военные рельсы, то любой бизнес российский, он будет просто обязан работать с армией. Снабжая российскую армию, которая стреляет в украинцев, Абрамович требует снятия с себя персональных санкций. За этим даже пошел в суд. Хочет, чтобы Евросоюз еще и заплатил ему компенсацию в размере одного миллиона долларов, которые показушно собираются отдать украинским беженцам. Все, что он сегодня делает в этой войне, это фактически создание картинки и сохранение своей репутации. Очевидно, для образа голубя мира еще в марте Роман Абрамович присоединился к переговорному процессу между Россией и Украиной. Смотрите, я же вот за мир, я челси там продал, готов там Украине деньги передать, могу быть посредником, кем угодно могу быть, не отнимайте, пожалуйста, мои активы и не подводите меня под санцом. Это очень дурной, побудительный мотив, понимаете. Человек, который действует под шантажом, неважно какой стороны, он, безусловно, преследует совершенно иные цели. Он не преследует цели прекратить войну, он преследует цель, как Абрамович, чтобы, не дай бог, у него не отняли его активы за пределами Российской Федерации. Тот факт, что в переговоры Абрамович вступил в составе российской делегации, говорит о по-настоящему близких отношениях олигарха с Кремлем. Он доказывает, что он участвует в переговорах за мир, а с другой стороны он доказывает, что он из всех олигархов действительно самый близкий. В Турции же у Абрамовича, кроме переговоров, есть еще множество других обязанностей, таких как организовать убежище для любовницы Путина Алины Кабаевой. Переселение Кабаевой в Стамбул, где куплен, как я не знаю, на чьи деньги, денег там у них много, куплен большой дом и, соответственно, дом на побережье, и выделена президентская охрана. Как я понимаю, переговоры проводил Абрамович. Я, так сказать, в достаточной степени уверен в том источнике, который мне об этом говорил. Абрамовича считают вхожим в близкий круг Путина, и у него есть прямой контакт с российским диктатором. Поэтому эксперты надеются, доказательства того, что бизнес олигарха замешан в военных поставках, не позволят снять с него санкции. Если в суде будет действовать принцип справедливости, правосудие и действительно объективного подхода к этому, то выиграть суд в таких условиях невозможно, потому что санкции на Абрамовича действительно и на эту компанию были наложены абсолютно правильно. Напомню, что каждый день войны с Украиной стоит России минимум 500 миллионов долларов. Центральный банк РФ уже не скрывает. Расходы бюджета значительно превышают доходы, и это неминуемо отразится на каждом из россиян. И вот тут как раз бы власти про этих самых россиян подумать. Как помочь, как подстраховать, ну на случай краха экономики. Но нет, власть Путина делает все наоборот. Например, продлевает ограничения наоборот валюты в РФ. Что это значит, к чему приведет, и насколько все плохо? Разбираемся в следующем материале. Ой, знаете, рэкет на государственном уровне, когда государство просто пришло к вам домой и сказало, а теперь, пожалуйста, скиньтесь под 50%. Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода. Что значат эти ограничения? Как они повлияют на обычных россиян? И сколько Путин достает из карманов своих избирателей? Об этом дальше. Ограничения, которые продлили до 9 марта 2023 года, работают против всех, у кого остались накопления в российских банках. Обычный россиянин, например, копил деньги на квартиру дочки, откладывал их в банки в валюте. И на сегодняшний день они просто не имеют доступа к этим деньгам. Обычные люди, доверяющие местным банкам, сегодня теряют свои деньги. Можно брать не более 10 тысяч долларов, все, что выше, только рублями по курсу. А тем, кто хочет забрать всю сумму, придется потерять еще и на курсе. Они покупали эти доллары по 100 рублей и выше. А сегодня они их могут получить в банке по 50 рублей и ниже. По курсу Центробанка России рублями, пожалуйста, в консульцию. Пожалуйста, идите. Кто вам мешает? Ну вы же поддерживаете специальную операцию в Украине. Так поддерживайте своими деньгами, что вы так сильно переживаете. Вот и все доверие путинскому режиму. У вас забирают часть ваших денег, не давая законной альтернативы. Но чисто технически остается еще черный валютный рынок. Естественно, это толчок черному рынку, валюту 100%. Введенные ограничения дают возможность процветать черному валютному рынку. Вместо того, чтобы отдать 50% Путину, можно отдать 20-30 кому-то другому. На сегодняшний день уже работают так называемые делки, которые знают схемы, как можно эти деньги с банка забрать. В большинстве своем эти схемы связаны с тем, что эти деньги открываются счета за границей, эти деньги переводятся на заграничные счета, например. И оттуда уже в другой стране этот гражданин России может эти деньги забрать. Только черный рынок сопряжен с большими рисками. В лучшем случае вам могут подкинуть пару фальшивых купюр. В худшем заберут все. А вы даже не сможете написать заявление. Эти вот нелегальные менялы, они зачастую так или иначе связаны с криминалитетом. И передается информация о том, кто, когда, сколько поменял. И, соответственно, могут быть случаи, когда, если вы эти деньги храните дома, то завтра к вам просто могут прийти грабители для того, чтобы их забрать. Зато на все эти костыли и процветания нелегального рынка Путин отвечает, как всегда, позитивной картинкой в зомбоящике. Якобы санкции с ним не сработали. Тот блиц-крик, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работает ритмично. Только вот как санкции могут не работать, если далеко не все имеют беспрепятственный доступ к заработанным честным путем деньгам? Когда россияне говорят, что им плевать на санкции, это неправда. И тот факт, что Центробанк России продлел ограничения, говорит о том, что они реально видят значительное давление на российскую экономику санкционной политики. Пока вы смотрите позитивную картинку и видите курс рубля к доллару, у вас забирают половину всех ваших накоплений. Посмотрите, что происходит. Что для того, чтобы обмануть обычных россиян в том, что санкции не действуют, Кремль, власти России залезли к ним в карман, запретили им пользоваться их сбережениями, которые они сохраняли. И с помощью этого они показывают им картинку о том, что вот видите, какой у нас курс доллара. То есть они обманывают россиян за счет самих россиян. То есть это такая высшая форма цинизма. Причем платит не Европа, не США, не кто-то из недружественных стран. Платит именно население России. Более того, на самом деле, европейцам, американцам и всем недружественным странам очень выгодно, когда в России сильный рубль. Для них это с точки зрения экономики, наоборот, выгоднее. Многие считают, что это всего лишь временно. Все можно будет якобы переждать. Но нет. Санкции как раз и сделаны для того, чтобы переждать никто не смог. Так не получится переждать. Проблема в чем? Проблема в том, что санкции накладываются тяжело и долго. Но снимаются они еще дольше. Иллюзии, что это можно переждать и это закончится через год-два-три. Даже если закончится активная фаза войны в Украине, санкции будут оставаться. Потому что они подвязаны не только под активную фазу войны. Ну а дальше покажем вам тех, кому в путинской России, в отличие от большинства, жить очень хорошо. Рейтинг самых богатых депутатов Государственной Думы. Откуда у народных избранников миллиарды рублей? Вопрос риторический и можно было бы просто сказать, ну наворовали. Но нет, у каждого депутата своя история успеха, которая заслуживает внимания в первую очередь органов. Но те, конечно, своих не трогают. Потому просто смотрим и запоминаем. Время ведь спросить придет с каждого. Народ России все беднеет и беднеет. Вам приходится на чем-то экономить? Ну конечно, на всем. Потому что цены, чтоб, услаются в магазинах. А депутаты Госдумы только богатеют и богатеют. Как раз вот российские депутаты это главные враги российского населения. То есть они как бы номинально представляют их интересы, ну согласно прописанному законодательству. Но по сути наоборот делают все, чтобы их избиратели были все беднее, чтобы их избиратели были как можно более глупыми, чтобы ими было проще манипулировать. Кто же из народных избранников приумножил свое состояние в прошлом году больше всех? Рейтинг топ-3 золотых депутатов открывает парламентарий от «Единой России» Леонид Симоновский. Мы будем делать все для того, чтобы вам жилось немножко лучше. И еще больше для того, чтобы хорошо жилось семье Симоновского. Доход депутата в 2021 году составил почти 1,7 миллиарда рублей. Леонид – настоящий завсегдатай Госдумы. Депутатом является с 2003 года, то есть пять созывов подряд. За все это время политик успел сколотить состояние миллиардера. Как же политику удалось заработать уму непостижимые деньги, работая на русский народ, догадывается политолог Артем Бранжуков. Для них там самые жирные времена – это как раз утверждение годовых бюджетов, где они выбивают либо под свои округа, либо депутат, который пролоббировал это решение в парламенте, получает свои откаты, так называемые дивиденды от подобного строительства. Распределяет деньги русских налогоплательщиков, в том числе и Леонид Симоновский. Парламентарий является первым заместителем председателя комитета по бюджетам и налогам Госдумы. Именно этот комитет планирует расходы страны. Сколько выделить на строительство дорог, школ, университетов? Строится очень много социальных объектов. Детские сады, больницы. Причем это не только Самара и Тольятти, это региональные центры, это и сельские поселения. Так что вполне вероятно, что при строительстве очередной дороги откат попадает в карман Симоновского. Второе место занимает депутат Алексей Нечаев. За прошлый год политик заработал 2,5 миллиарда рублей. В 90-х он зарабатывал деньги на продажи газет в переходах. Потом занялся косметикой. Дорос до создания компании «Фаберлик», занимающейся производством и продажей бьюти-продукции. Но этого бизнесмену было мало. Поэтому для обеспечения крыши для своего предприятия он отправился в политику. У него есть большое количество преференций. Как финансовых, так и по отношению к закону. Коррупционные скандалы обходят их стороной. И никаких расследований не происходит. То же самое, полностью интульгенция от каких-то правонарушений. Нечаев так старался, что даже заслужил быть доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 года. А уже в 21-м году стал депутатом Государственной Думы. Сегодня мы сильнее, опытнее, уже более битые, чем 30 лет назад. Впрочем, по доходам всех своих коллег обогнал госстеп Владимир Блотский. За прошлый год этот политик заработал 3,5 миллиарда рублей. Благодаря чему занимает первое место в нашем рейтинге самых богатых депутатов Госдумы. Блотский свой депутатский срок мотает уже второй раз. Является ожесточенным коммунистом и параллельно занимается рыбным бизнесом. Владеет компанией, продающей морепродукты. Комитет избрал себе, конечно же, тоже по сфере бизнес-интересов. Природных ресурсов, собственности и земельных отношений. Где может проталкивать выгодные для своей компании инициативы. В западном мире в политику приходят люди, исходя из видения мира, исходя из идеологии и исходя как раз из своего желания менять мир к лучшему. То в России это просто как социальный лифт, который дает тебе возможность безнаказанно заниматься коррупцией, зарабатывать деньги. В общем, быть депутатом российского парламента это все равно, что выиграть в лотерею. Вокруг крутятся деньги, влиятельные люди и бонусом получишь полную индульгенцию от правоохранителей. Крутить свой бизнес в таких тепличных условиях очень легко. А зарабатывать деньги на гражданах России еще проще. Россия и сегодня там Путин, который пытается строить из себя великого царя, то как раз вот российское и правительство, и российские политики, в том числе депутаты, являются такими боярами, помещиками, которые обычных людей воспринимают просто за рабов, за крепостных. Чем лучше живут депутаты Госдумы, тем сложнее приходится существовать народу. Изменить общественный строй под силу только гражданам Российской Федерации, выбирая и контролируя своих представителей власти. Это была программа «Ваши деньги» про тех, кто делает россиян беднее. Героев надо знать в лицо. Смотрите нас в эфире проекта «Фридом» по вторникам и пятницам в 16.30, а также в любое удобное время на ютуб-канале «Гроши». Подписывайтесь и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин